Всем привет дорогие друзья, с вами Алексей Крайзилайф и сегодня мы поиграем в новую мутацию с очень долинным названием Дипломатическая неприкосновенность Карта с поездами и на этой карте нас ждет три особенности Первая, то что при получении урона враг телепортируется на небольшое расстояние Вторая способность, это то что враг при получении первого урона получает небольшой щит И третья особенность, самая забавная, то что войска противника вы можете атаковать союзникам попеременно Так например допустим на врага накладывается щит и можете атаковать только вы Потом соответственно допустим чтобы добить противника нужно чтобы присутствовал ваш союзник Я решил эту карту пройти Караксовым потому что, ну просто эту карту я прохожу Караксовым То соответственно решил попробовать и соответственно мутацию пройти эту карту Караксовым Есть небольшая особенность, так как нужно двух союзников соответственно для уничтожения войск противника То придется примерно в равной степени застраивать как вверх, так и вниз То есть если на обычной карте с Караксом можно там допустим основной упор сделать вниз только На нижнюю застройку потому что там самые жесткие выходы То соответственно на этой карте примерно надо в равной экспозиции это все делать Конечно я вверху уделял меньше внимания чем низу Но соответственно по мере уничтожения там фотонок я в будущем буду их подстраивать сверху Прошел эту карту не с первого раза, видать союзники не читают те аффиксы которые есть на этой карте То есть они не понимают что противник допустим может быть атакован только ими И порой зачастую сгрызаются фотонки под ноль просто Я уже пингую, маякую всячески союзнику мол типа иди атакуй Ноль на массу Я ничего обычно не писал То есть если человек не видит союзник это его личные проблемы Я просто выхожу потом уже и соответственно ищу нового Стандартная застройка сверху у меня То есть я обычно и в мутации на этой карте и просто на этой карте Застраивал немного вверх Потому что первый поезд как раз идет сверху Ну соответственно помочь союзнику По идее союзник в обычной карте может этот поезд вынести в соло Но как показала практика Нихера он не может Ну на этой карте в любом случае придется вверх плотно застраивать Потому что повторюсь нужно присутствие именно двух игроков на том или ином выходе Немножко застроил можно уже отправляться вниз Второй поезд пойдет по низу Давайте заюзаем пару ударов То есть смотрите на врага наложился щит и теперь должен атаковать именно союзник После небольшой атаки союзника соответственно мои фотонки добивают все что осталось Играю с Варей Не знаю насколько правильное решение то что она пойдет в будущем в грелке У меня уже сегодня попадался союзник через грелки который играл Но что-то было все очень уныло Но раз вы смотрите это видео значит все получилось Не забывайте делать начальные грейды В принципе если вы хотите заморочиться можно щиты допустим до макси до третьих грейдов Я щиты делаю только первые соответственно не ставлю сумеречный совет Потихонечку можно уже застраивать кибернетка И дальше можно фотонки подстраивать потом в будущем Противник приближается все ближе и ближе Сейчас можно заюзать удар копья Дуна Я если честно до конца не понимаю как этот щит работает То есть когда он включается когда нет Но самое простое можно в принципе и не понимать Просто находиться соответственно рядом со своим союзником И помогать ему всячески Удар сверху Что-то очень мало урона соответственно по противнику Небольшой выход Тут уже должен бить мой союзник То есть не работают мои фотонки по сути Он заюзал воронку для того чтобы подконтролить Но в чем его ошибка То есть по сути сейчас он должен быть здесь Надо было кидать вторую воронку Мне сгрызают башню которая дорогая И как бы 300 минералов и 100 газов псу под хвост Еще минус 150 То есть по сути надо если ты не можешь прибыть вовремя Кидать вторую воронку Он пожалел энергии 25 единиц Ну а я просрал 450 минералов и 150 газа Или 100 газа 100 газа по моему Ему конечно 25 энергии Не пришли кобыли хвост А мне в начале потерять 450 минералов Как бы это очень много Я на самом деле на этом моменте уже задумался Стоит ли продолжать игру Потому что если такое непонимание То как бы что будет дальше Потому что если ты не можешь вовремя прибыть Надо бы кидать вторую воронку Было А он получается одну кинул подконтролил А второй воронки не было Ну и соответственно башню сгрызли Ждем выхода второго поезда Я заказал все грейды Сейчас осталось дождаться ускорения Для того чтобы ускорить соответственно все грейды И быстренько-быстренько все сделать Почему я не отвечаю на все сообщения Да потому что у меня рука отвалится Если я буду писать каждому Потому что мутацию бывает Приходится мучить очень много часов Если я с каждым буду здороваться Соответственно еще что-то отвечать Ну я не знаю Можете сказать что я грубиян какой-то Но я в общем особо ничего не пишу Разве что могу написать ГГ в конце игры И то если игра реально была хорошей И за ускорение соответственно Поезд подвергается массированным атакам Со стороны союзника и моих потонок Можно добавить вот этих тяжелых вышек У поезда просто нет шансов Сдержать этот натиск Заказываю последний грейд И новый выход на нашу базу Делаю здесь небольшую застройку Только лишь потому что Скоро выйдет соответственно дополнительный квест Чтобы его уничтожить соответственно Нужно здесь побольше фотона Небольшая бомбардировка сверху В принципе варить через грелки Очень хорошо Играть против противника То есть он получается атакует Может спокойно отойти к фотонкам То есть соответственно Там уже фотонки разберутся Кого бить и кого нет То есть особо вникать не нужно Вы допустим послали грелки через оклик Если они не атакуют То соответственно фотонки бьют Если фотонки не бьют То соответственно вам нужно атаковать Все просто Заказываем немножко сэндрей Для ускорения Пусть пока строится Здесь нужно добавить фотонок Побольше Вот этот выход будет в принципе жесткий Поэтому надо созря оточиться По максимуму скажем так Нам сообщают о том Что выехал дополнительный квест Фотонки у меня там стоят В принципе не зря их там поставил Добавляем еще побольше вышек Нужно подготовить защитные меры Переигрывать как-то не хочется мне эту мутацию Я бы не сказал что она сложная Просто по всей видимости Союзники просто не допирают То что нужно присутствие двух союзников Для того чтобы ту или иную цель уничтожить Поезд почти упал Сейчас наверное получится уничтожить дополнительный квест Но видите из-за этого щита То есть обычно если хватает Тех фотонок которых я поставил То здесь соответственно накладывается щит И остается только гадать Хватит нам урона или нет Союзник вызывает дарков Я еще юзаю ускорение То есть получается еще бы немножко И все Противник атакует мои фотонки Но ничего сделать я не могу Союзник не видит то что там происходит Но в принципе это нормально Потому что он бьется сверху Сюда нужно отправляться Добавлять побольше фотонок И сейчас такой опасный момент Поезда с двух станций отправляются То есть надо получается и вверх попытаться Задефить и низ соответственно Вообще по хорошему Здесь было бы классно допустим Поставить пилон темный от Вари И постоянно соответственно свои грелки кидать То вниз то вверх Это было бы самым оптимальным решением Но союзник так не делает Он немножко разделил войска Это классно Но лучше бы он кидал через пилон это все То есть дропался бы просто войсками То вниз то вверх Используем способности Союзник использует замедление Сейчас остается нам своего поезда дождаться Можно побольше вышек поставить Так как противник зерг Выходы очень большие Соответственно очень много войск А вот и зергушка Я даже не понимаю вообще Когда этот щит включается Когда не включается Я просто шамаляю наугад Да и все Сейчас очень важный момент Враги находятся под действием воронки И союзник просто на оклике здесь стоит Когда нужно фокусить именно поезд Но поезд соответственно уезжает И будет собственно просран этот поезд Он попытается его догнать Но как бы догнать не получится Потому что он очень далеко уехал То есть его надо было изначально фокусить Пытается угнаться за поездом Я хотел заюзать способность туда Для того чтобы дожечь его Но что-то решил что лучше использую ее сюда Добавляем фотонки Неплохо так зерг мне их вынес Там получаются щиты Они получают и при уроне И вот то что то союзник То мы должны атаковать И соответственно противник Получает очень много выживаемости Тем самым Постанавливаем сентрей Поезд идет понизу Когда один поезд это здорово Потому что соответственно Союзник присутствует Я присутствую И нормально как бы А вот когда приходится разделяться То это жестко Но так или иначе Значит за верхом все равно Приходится следить Потому что играем с одной базой Минералов не хватает Для того чтобы нормально отстроить И вверх и вниз Погнали вверх пока отстроим Пока поезд понизу идет Потому что снизу у нас все в порядке То есть союзник сюда прибудет В принципе И наши фотонки тоже вместе с союзником Добьют поезд Давайте используем способности немножко Начинается полная жесть И в их канале Очень много войск зерга Сентри ускоряют все И грелок И мои фотонки Мы легко справляемся с поездом Давайте добавим еще больше фотона Для защиты Для обороны А тут вон что Тут у нас ильюра закопалась Я и думаю Че у меня так дамажит на шару От нашего гнева не скрыться Как и от собственной тени Мощный выход зерга Сюда надо было бы воронку заюзать Но что-то союзник ее не использует Хотя в принципе Вот Отлично Просто мана у него есть И как бы воронка не в откате Надо было сразу использовать Чтобы не терять фотонки снизу Тут самое тяжелое Когда играешь с одной базой То что приходится Соответственно строить И сверху и снизу И на все нужны ресурсы Отправляемся выше Загоняем туда Сентрю Ставим на удержание На удержание в принципе Хорошо ставить Когда допустим Союзник постоянно Мельтешит перед глазами Потому что может подвинуть Но у нас Соответственно Варя играет через воздух Так что ничего страшного Он решил заранее атаковать Добавляем фотоночки У нас очередной дополнительный квест У поезда осталось Половинка хп Я делаю ускорение Тут еще поезд Вот это сложный момент Потому что тут поезд Соответственно Сверху поезд И по низу еще идет Дополнительный квест Отлично Поезд упал Основная цель Уничтожена Вот сюда бы темный пилон Поставил бы И телепортнул Свои войска Нет Сейчас будет лететь Сверху Я засек Войска противника Они быстро Наступают Добавляем тяжелых вышек Вот тут еще что плохо То что он не летит Выполнять дополнительный квест То есть вот этот поезд Он уничтожил Надо было ближе И лететь к дополнительному квесту Хотя сейчас он может Его выполнить Но он его не выполнит Забегая вперед скажу Сверху более-менее Все хорошо Короче он просто Тупо не полетел Соответственно Выполнять дополнительный квест Он мне маякует То что у него там На базе Соответственно Атакуют его войска И соответственно Убить он их не может Потому что нужно Мое присутствие Вот 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 Он мне маякует А то что Дополнительный квест Ты не полетел Выполнять это Как бы нормально Подумаешь Там 4 врача Набивают базу Которая и так Выхилится У нее даже щиты Не отняли Он мне еще Главное спрашивал Будешь ли ты Ставить вторую базу Так что главнее Блин Поставить вторую базу Или не выполнить Дополнительный квест Как бы Нужно тоже было Рассчитывать То есть Там каких-то 4 жалких врача Жарят Соответственно Нексус Который Вычинивается И которого Даже щиты Не просадили Но зато Он полетел Все гапшары Дополнительный квест Не выполнил Чтобы попытаться Как-то защитить Свою базу Так ты сперва Выполнил Дополнительный квест Что четыре Чего четыре врача Могут сделать Этой базе Бред Короче Юзаем И ускорение И все что только можно Все способности Так лучше даже обзор Давайте просто посмотрим Я даже не использую Чисто только для обзора Что вообще происходит Но поезд очень быстро Сворачивается Соответственно Потому что Фатонок Много Все под ускорением Грелочки Работают Все У нас выехало Два поезда Нужно убить Хотя бы один И соответственно Миссия Будет пройдена Сынтри Мне все убил Фатонки Мне тоже Частично убил Вообще По хорошему Лучше принимать Наверное Поезд снизу Потому что Здесь больше Фатонок Чем сверху Но опять же С другой стороны Поезд сверху Я так понял Что он быстрее Доедет до выхода Чем нежели Поезд снизу Тем самым Если мы допустим Упустим Поезд Сверху То соответственно Проиграем Союзник полетел Наверх Остановка Времени Эта остановка Времени Еще бы на поезда Распространялась Было бы здорово Противник Очень жирный В принципе Звер Здесь он Удачно Успешно Разносит Поезд В пух и прах И соответственно Поезд падает Миссия пройдена Подтверждаю Мы нанесли Сокрушительный удар Ну что ребят Надеюсь Это видео Вам поможет В прохождении Я проходил Караксом Вы в принципе Можете попробовать Другим Каким нибудь Атакующим Персонажем На этом все Ссылка с другими Видосами по Старкрафту В описании под видео Подписывайтесь на канал Ставьте большой палец Сверх Вступайте в группу Вконтакт Всем хорошего Позитива Удачи И пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok